ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Владислав, выпускник, с нетерпением ждет начало студенческой жизни. Уверен, лучшее впереди. Поэтому отпускает школьную жизнь с легкостью и благодарностью. Это да. Это да, подтверждает наш гость в студии. Расскажите, в какой момент так стала важна вам вот эта цель получения золотой медали, ребят? Ну, для меня это стало после того момента, как мы начали получать отметки. Получается, с третьего класса я поняла, что мне легко дается учеба, почему бы не попробовать дойти до золотой медали. И каждый день прикладываешь какие-либо усилия, получаешь хорошие отметки. Прошло 8 лет, и все 8 лет удержала в голове мысли о том, что в целом мне несложно, можно побороться за золотую медаль. Ни разу ни руки не опустила, ни разу как-то не отошла от своей цели. Когда получала плохие отметки, сразу думала, нет, у меня есть цель, я к ней иду, все. А ругала себя вот за эти плохие отметки? Какое-то время да, но когда, наверное, я пришла вот уже в 9 класс, я поняла, что я могу себя не ругать за плохие отметки и при этом добиваться хороших результатов. Влад, а у тебя какая история? Мои взаимоотношения с золотой медалью весьма странные. Я как-то хотел быть отличником, круглым отличником, получить золотую медаль. У меня мама получила золотую медаль, и я хотел хотя бы быть наравне. Не хуже мамы. Да, да, да. И учился так где-то до класса 6-го, а потом как-то все пошло-поехало не туда. С дробей примерно. Да, да, да. Пошли дроби, учеба пошла ко дну. Ну, понимаете, не было прям такого ярого уже желания получить золотую медаль, и я как-то отпустил эту идею, забил на нее, что ли. А почему для тебя так золотая медаль обесценилась? Может быть, какие-то другие цели появились, или ты, может быть, по-другому взглянул на отметки? Понял, что это не самое важное в жизни, или еще что-то? Да. Вот расскажи об этой ситуации, потому что нас, конечно же, смотрят подростки, школьники, которые, возможно, ругают себя за каждую двойку и думают, что отметки – это то самое, за чем мы должны стремиться в жизни. Нет, ну, ругать себя за двойки явно не стоит. Скорее, я просто понял, что это не самое главное в жизни. Все-таки есть цели поважнее. Я не забил на учебу, я продолжал получать хорошие отметки, просто я не двигался к золотой медали. Как-то отпала необходимость. А как вы думаете, что вообще в жизни дает вот эта самая золотая медаль? Где-то она помогает, может быть, будущие работодатели будут давать больше фикс по твоей заработной плате? Думаю, что вот к заработной плате это не относится. Но если говорить именно как для себя, лично для меня это будет показателем того, что я чего-то могу достигнуть в жизни. Это будет моей такой наградой за усилие, это будет давать мне уверенность в себе и будет каким-то стимулом стремиться еще к большему. Вот лично для меня это будет таким. Послушаем мужскую сторону. Ну, я считаю, что да, это довольно серьезное вознаграждение в жизни, прежде всего моральное, потому что с восьмого класса, да, надо... С восьмого класса получаешь хорошие отметки, и только девятки, только десятки четвертные. Ну, надо сильно постараться, чтобы три года идти к золотой медали. Так, давайте резюмируем. Я не получила в своей жизни золотую медаль. Я тоже. С восьмого класса надо получать отличные отметки. Отличные отметки должны быть с восьмого класса. Получается, три года восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый. Я же говорю, не получила золотую медаль. Четыре года. Сразу понятно. Я не обманываю здесь. Хорошо, давайте перейдем к такому вопросу. Для меня, как для спортсмена в прошлом, самое главное при достижении цели – это хорошая мотивация. Ты хорошо отметила, что все-таки золотая медаль в учебе – это такая же прекрасная цель, как и олимпийская медаль, как какая-то медаль для чемпиона. Может быть, у тебя была какая-то мотивация со стороны? Может быть, родители каким-то образом тебя направляли или еще что-то? Ну, сначала меня направляли родители. Потом это стало каким-то смыслом жизни, что ли. Ну, вот ты хорошо учишься, у тебя есть какой-то, как это назвать, у тебя есть какая-то личность, вот ты личность, у тебя отличника. И тебе хочется ее поддерживать, просто что-то значить в этой жизни. И на вопрос «Кто?» ты хочется отвечать. Я отличник, я хорошо учусь, а не просто быть кем-то, просто ребенком. И вот, наверное, это было в какой-то степени таким. Хорошо. Ну, мы начали наш эфир с того, что, конечно же, завтра уже прозвенят последние звонки для наших выпускников. Еще раз с этим я вас поздравляю, друзья. Может быть, вы нам можете рассказать какие-то традиции, которые существуют у вас в школе, в ваших коллективах? Ну, можно я начну? Давай. Классная традиция, мне понравилась капсула времени. Мы, ну, да, в этом году мы, 11-классники, пишут свои пожелания и... На последнем звонке это зачитывается. И эту капсулу сохраняют на следующий год, а потом зачитывают. Да, это очень интересно. И в этом году мы будем писать свои. Вы пишете для следующих выпускников школы. А для вас тоже что-то подготовили? Да, у нас уже лежит эта капсула, такая красивая, яркая. Я просто жду, когда нам зачитают это. А у вас уже есть какой-то план, что вы напишите, какие пожелания для выпускников следующих лет? Думаю, да. Можете рассказать, что вы пожелаете выпускникам? Не париться по пустякам. Есть такая песня, не париться по пустякам. Я хотел, да. Не париться, уделять внимание учебе, но не делать ее смыслом жизни. Да, потому что, наверное, отчасти это может быть ошибкой. Потом можно об этом пожалеть, но я лично не сильно жалею. Хорошо. В общем, оставаться все-таки человеком, ребенком прежде всего внутри. И все-таки не так серьезно относиться к этому сложному событию. Очень хорошая фраза вы сказали. Оставаться ребенком внутри. Это надо всегда поддерживать внутри себя. Это очень хорошо помогает тебе в жизни в дальнейшем. Потому что уметь радоваться всегда, как умеют это дети, это самое лучшее. Я согласна полностью. Но ведь впереди вас ждет такой сложный этап. Университетская жизнь, взрослая жизнь. Но неужели каким-то образом это не играет как ответственность, как, может быть, гиперответственность для вас? Можно принять эту ответственность, но остаться веселым внутри. В жизни радостным и веселым. Вот 11 класс – это тяжелый класс, когда ты несешь на себя огромную ответственность. Но это не мешает оставаться счастливым, довольным и просто смеяться и радоваться, как делают это дети. Друзья, ну я еще раз напоминаю, что сегодня в этот эфир «Пин-код» мы собрались не просто так, он даже празднично. Ведь впереди нас ждут последние звонки, и любопытно, как же все-таки зародилась история этого прекрасного праздника. Давайте посмотрим прямо сейчас. Традицию праздновать окончание учебы заложил главный новатор и реформатор император Петр I. В 1718 году ученики школы математических и навигационных наук в Москве отпраздновали первый в истории выпускной. В те времена была популярна традиция – заказывать одинаковые кольца, которые становились символом принадлежности к своеобразному клубу выпускников. Во взрослой жизни благодаря этим кольцам выпускники одного учебного заведения разных лет могли узнавать друг в друге собратьев. В 19 веке традиция выпускных мальчишников изменилась, потому что теперь на праздниках стали появляться девушки. В те времена обучение было доступно в основном мужчинам, но родители проводили дочерей на выпускные с целью найти подходящего жениха. С появлением девушек на выпускные пришла и традиция баллов и танцев. После Октябрьской революции 1917 года выпускные праздники стали скромными и строгими. Даже само слово «бал» стало считаться слишком буржуазным, поэтому его заменили на «вечер». Выпускные вечера проходили в форме торжественных линеек, на которых школьникам вручали аттестаты. Но в начале 30-х годов в программу мероприятия все же добавили танцы. А вот первый в истории последний звонок прозвенел 25 мая 1948 года в Краснодаре. Он задумывался как торжественное подведение итогов многолетней учебы. Этот день должен был запоминаться как самим выпускникам, так и другим ученикам, поэтому он прошел в форме общешкольной линейки. Безусловно, окончание школы – это завершение большого и важного жизненного этапа. Но почему одни могут пронести дружбу с одноклассниками сквозь года, а другие, выходя за порог здания, уже забывают имена своих одноклассников? Давайте узнаем прямо сейчас у нашего следующего гостя в студии, как все-таки сохранить эту дружбу навеки. Анжелика после окончания школы в Казани переехала в Беларусь. Но жизнь в разных странах не помешала Анжелике и ее лучшей подруге с первого класса хранить дружбу. Считает, что настоящей дружбе не могут помешать ни время, ни расстояние. Анжелика, такая сложная история. Говорят, что взаимоличностные отношения любого характера, как романтического, так и дружеского, на расстоянии сохранить сложно. Но у тебя это получилось. Расскажи историю успеха. Как? Вообще, я школу закончила свою в Казани уже 11 лет прошло. Вообще, каждые 5 лет мы со своими одноклассниками встречаемся, проводим вечера. Ты думаешь, это каким-то образом ваши отношения сплочает и сохраняет? Да, это еще, я считаю, что все зависит от классного руководителя. Наш классный руководитель, она была от Бога. Потому что благодаря ей наш класс такой сплоченный, и я вообще, наверное, среди своих знакомых, среди своих родственников никогда не слышала такой истории, именно о школьной дружбе, такой, какая сохранилась у нас. Но неужели вы прям действительно близкие друзья со всеми одноклассниками, где вы и какие-то плохие моменты обсуждаете, и хорошие, и вместе приходите к решениям? Может быть, вы просто хорошая компания знакомых оставилась? Я считаю, это не школьные друзья, а часть моей семьи. Потому что на протяжении 11 лет, я считаю, что это уже не маленький срок, мы до сих пор общаемся, встречаемся. Даже наши дети одного поколения, и даже наши дети между собой ладят и дружат. Хорошо, ну вот ты сказала о том, что каждые 5 лет вы собираетесь вместе, что-то празднуете, совместные события, а может, ну вот между этими пятилетиями, что вы делаете? Каким образом вы поддерживаете контакт? Так, соцсети. Много моих одноклассниц, это бьюти-мастера, такие же, как и я. Обмениваемся опытом каким-то. Также есть общие темы, это, естественно, дети, семья, все уже замужем. У всех маленькие дети примерно одного возраста. Ну и, естественно, у нас очень много тем. Также классная руководительница наша. Вот как ни странно, с ней мы тоже очень хорошо общаемся, и каждый мой день рождения, день рождения моего ребенка, она звонит, поздравляет, и не только мои, и всех моих одноклассников. Ничего себе! Может быть, она просто уже вышла из школы вместе с вами, или она продолжает работать, но каждого своего ученика запоминает? Такая интересная история. Она, получается, когда выпустила нас, она пообещала всем, что больше не возьмет классное руководство. И вот на протяжении 11 лет она учитель музыки. У нас был класс хора, мы, то есть, пели в хоре, и она никого не берет, работает до сих пор в школе, вот ей 50 лет. Хранит вам верность, получается. Хорошо, ну ты точно знаешь все законы дружбы, по крайней мере, насколько я сейчас поняла. Но вот как ты считаешь, ведь бывает так, что в дружбе заинтересован только один, второй человек каким-то образом отстраняется или избегает контакта. Может быть, у тебя есть совет, как поступать нашим зрителям в такие ситуации? Вы знаете, даже на этот вопрос, наверное, затруднюсь вам ответить, потому что среди нас такого нету. И я считаю то, что это игра в одни ворота, и у нас очень сплоченный класс, и поэтому даже не могу ответить на этот вопрос. Вероника, Влад, давайте перейдем на помощь. Может быть, у вас есть какие-то советы? Мне кажется, что ради такой дружбы не стоит стараться. Ну, потому что если человек с тобой не хочет общаться, зачем тебе вкладывать в это силы, тратить на это время? В мире очень много людей, и ты обязательно найдешь своего человека. А может быть, просто в современном мире школьников как-то обесценивается вот эта дружба? Может быть, она не так нужна? Ведь все в соцсетях, где-то в играх ищут себе друзей. Я думал, нет. Все же человек, существо социальное, и нужен человек. Причем рядом, близкий, хороший друг. Это всегда приятно и хорошо. Костяк вот этот формируется, как я считаю, именно вот в школе, когда пронесешь потом эту дружбу через года? Ну, не обязательно, мне кажется. Можно познакомиться вне школы, и у многих ребят появляются именно близкие друзья вне школы. Вот по себе говорю. Друзья, я напоминаю, что мы выходим в прямом эфире, и я уже готова зачитать несколько ваших комментариев. В телеграм-канале мы у вас спросили, чем вам запомнился этот учебный год, и грустно ли вам расставаться со школой. Но меня очень радует, что у вас есть множество историй. И открыла наш телеграм-канал сегодня Анастасия Гайдук, и она написала о том, что она уже окончила в школу в прошлом году, и сейчас на первом курсе Барановического государственного колледжа технологий и дизайна. Передаем тебе большой привет, Настя. Вера пишет, что со школой, конечно, когда мы в раннем возрасте расставаться очень хотим, а вот когда уже приходит пора выпускная, не очень, потому что совсем не хочется прощаться с друзьями, с учителями, ведь вы так привязываетесь. Но это смотря кому. Может, кто-то очень даже хочет закончить школу и не видеться с одноклассниками. Ну, на самом деле, мне кажется, что большинство все-таки будет очень скучать по школе. Но, возможно, кому-то. Сейчас и не до этого, ведь впереди пора выпускных и вступительных экзаменов. О том, как себя настроить к новому взрослому этапу жизни, расскажем сразу после рекламы. Никуда не уходите. Далее в программе. Как справиться с тревогой перед поступлением? Обсудим с экспертом в студии. В какой стране на выпускной принято кидаться сырыми яйцами? Узнаем после рекламы. И как не упасть в грязь лицом при выборе наряды на праздник? Расскажем через пару минут. Оставайся с телепроектом Пинкот. Молодежный интерактивный проект Пинкот снова вернулся на ваши экраны после рекламы. Вы знаете, говорят, что звонок звенит для учителя. Но в сегодняшнем эфире, конечно же, во время завтрашних вечерних и утренних мероприятий последнего звонка этот звонок будет звучать для вас, друзья, наши дорогие ученики. Завтра, как я уже сказала, пройдет последний звонок. Ну, а вот 14 июня пройдут выпускные вечера, и в этом году они состоятся в школьных учреждениях. Мне кажется, что это совершенно неплохо, ведь вы все-таки учились в этих заведениях. Почему бы и не попрощаться с ним в стенах родного учреждения? Ну, а что об этом думает наша следующая гостья в студии? Давайте узнаем. Анастасия подготовку к выпускному вечеру вспоминает с ужасом. Уговорила родителей потратить деньги на дорогое платье, прическу и макияж. В итоге укладка не продержалась и часа, да и самим праздником насладиться не удалось. Настя, вопросов больше, чем ответов. Сколько ты готовилась к этому выпускному вечеру? Что пошло не так? Как ты вообще к нему пришла? Расскажи. Ну, наверное, я хочу начать с того, что все-таки я слишком поздно начала готовиться к своему выпускному, потому что у меня в голове были установки. Нужно сдать хорошо экзамен и поступить туда, куда я хочу. Ну, это действительно важная установка. Вот спустя время ты понимаешь, что правильно расставила приоритеты, что начала готовиться к экзаменам? Или сейчас бы такая, нет, вы знаете, в первую очередь выпускной, он один раз в жизни. Нет, конечно же, очень важно все-таки поступление, но я начала готовиться, наверное, за недели 2-3 до выпускного. И, как показала уже моя практика, это было очень упроменчиво сделать. Но когда все мои одноклассницы начали обсуждать свои наряды, образы, я поняла, наверное, что-то делаю не то. И поняла, что мне уже пора начать готовиться к выпускному. Ну и в чем ты в конечном итоге была? Выпускной у меня был в 2016 году. Выбор тогда платьев был не такой, наверное, большой, как сейчас. И магазинов было не так много. И у меня был все-таки выбор. Либо это что-то простое, либо это что-то суперклассное, нарядное. Конечно же, я посоветовалась со своими родителями. Родители мне порекомендовали быть все-таки в чем-то нарядном. Собственно, поехали мы с мамой на закупки, купили мне 2 платья. И, собственно, вот так вот. И ты меняла их в течение вечера? Первое платье я надевала на последний звонок. А второе на выпускной вечер. А второе уже на выпускной, да. Все логично. Но знаешь, у тебя такая интересная история. Обычно родители напротив говорят, давай выберем что-то базовое для того, чтобы позже ты смогла его надеть на другие мероприятия, на дни рождения у тебя. Родители подошли креативно. Родители, они больше не про практичность, а про то, чтобы было что-то вспомнить. Про эмоции. Да, про эмоции. Вот мы должны вспоминать твой выпускной вечер, потому что это все-таки то событие, которое на протяжении всей жизни мы будем вспоминать. Ну, я поняла. Здесь в этой истории с платьем, с образом все-таки делится история на два типа. Кто-то за практичность, кто-то за эмоции. Здесь спорить не будем. Дальше ты рассказывала о том, что у тебя были проблемы с прической. Что же там произошло? Это вообще отдельная история. Ребята, всем рекомендую заранее найти себе мастера по прическе, потому что у меня была вообще ситуация трэш, как говорят сейчас. И мы с моей подругой записались к мастеру в лучшей парикмахерской нашего района. К самому лучшему мастеру. Мы приходим без тестовой прически, без ничего. Моя подруга заходит первая. Спустя некоторое время она выходит. У нее на голове вот такой объем, вот такие кудри. Там такая Наталья Кадышева, Надежда Кадышева. Я на нее смотрю, говорю, ее зовут Вика. Говорю, Вик, ну я, наверное, пойду домой. Она говорит, Настя, я тоже пойду домой и буду смывать эту прическу. Я полетела домой. Говорю, мама, все, все кончено. Выпускного не будет. Мама говорит, расслабься, Настя, сейчас мы тебе найдем классного мастера. Да, который сделает тебе прическу. Мама дозвонилась до своего мастера. Я пришла к мастеру. Мне сделали все то, как я хотела. И я буквально за 10 минут до начала отчетного финального концерта, я успела на свой выпускной. Но, к сожалению, прическа не так долго продержалась, как бы мне этого хотелось. Я только хотела сказать, ну, Золушка, ну, Золушка ворвалась в последние минуты. Хорошо. Ну, я думаю, что тебе все-таки это не омрачило, вечер твой. Расскажи о выпускном своем. Нет, я действительно кайфанула на своем выпускном. Мне было очень здорово. И вот это осознание, что вы в последний день собираетесь в сеть такой компании, которой вы учились 11 лет в этой школе, даже немножко сейчас так на слезу пробивает. Но это действительно очень крутое, значимое событие, которое я запомнила, правда, на всю жизнь. Хорошо. Ребята, ну, в этом году, как я уже обмолвилась, в стенах родных учреждений пройдут выпускные вечера, выпускные балы, возможно. Может быть, у вас намечается что-то интересное вообще? Ждется свои выпускные? Ну, конечно же, у нас намечается концерт, который мы будем готовить самостоятельно. Ну, нам будут помогать учителя. Ну, и в том числе будет дискотека. Ну, больше всего, что ждете с нетерпением? Что я больше всего ждете с нетерпением? Пока что экзамены – это первая мысль, которая приходит в голову, а потом выгулить свой наряд на выпускной. А как вы считаете, вот все-таки, давайте будем честны, 11 лет в школе – это довольно большой срок, и как друзей мы там выбираем, так и, возможно, недругов. Вот как вы считаете, на выпускном вечере стоит пойти помириться с тем, с кем не смог найти общий язык, или уже отпускаем из стен родной школы все-таки так, как было все эти 11 лет? Конечно, стоит. Во всяком случае, мы этого человека больше не увидим, я надеюсь. И, как бы, если не получится, ну и ладно, а если получится, то легче станет жить. А мне кажется, друзья, что на самом деле это прекрасный повод помириться со своими недоброжелателями. Вот если честно, я не готовилась, что я сейчас расскажу эту историю, но очень уместные к слову. Вы знаете, так получилось, что молодой человек, с которым мы дружили очень много лет, был именно тот парень, который обижал меня с 7 класса, и мы с ним подружились именно на выпускном вечере. Поэтому, друзья, не упускайте шанс, возможно, ваша вторая половинка ждет вас именно на выпускном вечере, несмотря на то, что она обижала вас где-нибудь с начальной школы. Вот так. Настя, а как ты относишься к тому, что сейчас выпускники будут праздновать вот этот великолепный вечерний праздник именно в стенах школы? Я считаю, что это, наверное, самый лучший вариант, который может быть, потому что все-таки, ребята, это последний день, и очень будет символично, если вы его проведете со своими друзьями, одноклассниками именно в стенах школы. Да, друзья, ну, я напоминаю о том, что последний звонок для выпускников 9-11 классов пройдет уже завтра, но вот что там намечается, какие события? Конечно же, нам очень любопытно заглянуть хотя бы немножечко на ваш последний звонок, и вместе с вами прямо сейчас это и сделаем. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, вы знаете, мы уже обсудили с нашими гостями в студии, что все-таки переход во взрослую жизнь – это ответственный этап, а иногда и тревожный. Но вот откуда возникает вот эта внутренняя тревожность? Говорят, из-за переутомления. Но что по этому поводу думает эксперт? Давайте узнаем прямо сейчас. Евгения Худинская – психолог. Считает, что окончание школы – ответственный этап в жизни любого подростка, а выпускной вечер – это праздник в первую очередь для школьников, а не для родителей. Евгения, наша команда постаралась собрать топ самых таких больших стереотипов от родителей и учащихся, естественно, вот в этом самом сложном этапе поступления в университеты и так далее. Давайте вот несколько из них прямо сейчас обсудим с вами. Вот некоторые ученики боятся о том, что каким-то образом их фамилия потеряется в списке зачисленных в университет, и все, и дальше они не знают, что делать. Это вообще возможно? И как справиться с этими эмоциями? Ну, теоретически, конечно, возможно, да. Все же мы понимаем, что есть удача, наверное, где-то на стороне выпускника и уже абитуриента, а где-то, конечно же, поджидает кого-то неудача. Но в первую очередь нужно заранее подготовить себя к тому, что, возможно, два варианта, и подготовить к тому, что это не конец света. Ведь это же не решает глобально вашу судьбу. Есть разные-разные варианты дальнейшего пути. И я советую, чтобы не разочароваться сильно, просто заранее обсуждать с родителями, с семьей, как вы поступите, если вдруг вы не увидите свою фамилию в списке зачисленных на определенные специальности, которые мы, может, мечтали. В общем, готовим план Б, С, В и дальше по алфавиту. Хорошо, давайте перейдем к следующему стереотипу. Вот многие родители говорят о том, что давай ты не будешь следовать за своей мечтой, становиться артистом, вокалистом, журналистом, актером, давай ты пойдешь куда-то на востребованную специальность. Вот этот страх невостребованности, маленького заработка в будущем, где-то там в перспективе. Что вот делать с этим страхом внутренним? Ну, мне кажется, сейчас все подростки и вообще молодые люди, они настолько прогрессивные, что, я думаю, на 100% найдут слова, как убедить родителей, что, в принципе, любую специализацию можно внедрить настолько классно и как-то ее модифицировать, что она будет приносить очень большой доход. Мне кажется, в любой специальности, даже если ты выбрал быть просто учителем, ну, ты же можешь вести крутой блог, ты можешь придумать какие-то фишки, которые будут только твои, и это будет выделять тебя из толпы. И это не значит, что ты всю жизнь будешь в какой-то школе работать и плакать на свою маленькую зарплату. Ну, то есть, варианты имеются, и мне кажется, вот это должно как-то мотивировать. Мотивировать, конечно, да, безусловно. Еще многие ученики боятся того, чтобы перевестись на другую специальность в случае, если, возможно, во время первого курса они выбрали немножко не то направление. Они чувствуют гиперответственность как раз-таки из-за этого. Вот что здесь мы можем посоветовать? Ну, не отчаиваться, на самом деле, это же неплохо. Это говорит лишь о том, что ты хорошо себя понимаешь, ты хорошо себя прочувствовал, ты знаешь, чего тебе больше хочется, ну, и следуешь своим желаниям. Нужно поблагодарить себя, что ты поучился какой-то период времени, возможно, ты не совсем, ну, понял, что не совсем ты туда хотел, но все-таки, например, была интересная дисциплина, из которой ты вытянул интересное знание, ты познакомился с какими-то людьми интересными, или, например, тебе попался какой-то обалденный преподаватель, который как-то тебя замотивировал, может быть, даже поменять этот факультет. То есть, найдем везде плюсы. Вероника, вот ты нам рассказывала о том, что ты, не отступаясь от своей цели, шла все 11 классов к золотой медали, но здесь ты утвердительно киваешь на то, что, в принципе, можно сменить специальность. И тебе не кажется, что это каким-то образом, ну, отступление от своей первоначальной цели? То есть, ты выбрала, это был твой осознанный выбор, пойти на физмат, а потом ты поняла во время поступления на второй курс, что, в принципе, ты гуманитарий. И получается, ты проигрываешь самому себе или нет, переходя на другую совершенно противоположную специальность? Нет, ты не проигрываешь себе. Люди — это, вот, как, знаете, есть времена года, и в каждом времени года дерево меняется, да, там, одно летом оно зеленое, осенью оно желтое, зимой оно голое. Так и человек, он каждый год меняется, каждый раз у него появляются новые стороны, новые какие-то интересы. И это прекрасно. И если ты выбрал что-то в себе поменять, если ты понял, что ты поменялся, почему это не сделать? Я не понимаю. А я, ну, у меня была цель, мне хотелось ее, и я не хотела отступать. Я бы, значит, в этом плане не поменялась. Так получилось. Хорошо. Настя, может быть, у тебя была такая похожая история, где ты хотела изменить свою специальность, или вот, например, с высоты своего опыта уже понимаешь о том, что пошла бы сейчас совершенно в другой университет, университет, на другой специальность и так далее? К счастью, я не столкнулась с этим. То есть я доучилась в своем университете, получила диплом, получила знания, образование и не пожалела о том, куда я все-таки поступила в итоге. Но вот у моих одногруппников была такая история, и были ребята, которые действительно забирали документы и говорили, что, ну, наверное, не в этом университете. Хорошо. И как реагировали вы на то, что ваши друзья, ваши одногруппники меняют университет? То есть вы говорили им о том, что получается все, не вышло у тебя? Или вы как бы нейтрально к этому относились? Я считаю, что к этому нужно с пониманием относиться. Все-таки вот как сказали, то, что человек меняется со временем. Все меняется, меняются привычки, меняются увлечения. И когда человек находит себя, то пусть он идет по этому пути, достигает своих целей, а тем более образование. Это очень важно, потому что все-таки кто бы что ни говорил, но в 17 лет выбрать то, чем ты будешь заниматься до конца своей жизни, это очень тяжело. Это почти нереально. И мне кажется, что все-таки я, наверное, из не того многого числа людей, а может и многого, не знаю, которому все-таки повезло, и он выбрал то, чем хочет. Повезло ли? Или у тебя глубоко в сердце как раз-таки таилось то, чем ты хочешь заниматься во взрослом возрасте, и ты понимала, возможно, с детства, куда хочешь идти и направить свои силы? У меня было два направления, то есть два пути, условно, да, и в котором все-таки у меня что-то лучше получалось, я по нему и пошла. Все-таки тоже хочу сказать о том, что то образование, которое было у меня, это больше такое, знаете, для жизни, для опыта, конечно же... То самый план С. Да, сейчас же, конечно же, я по образованию не работаю, да, но те знания, которые я получила в институте, я применяю, наверное, каждый день, правда. Это прекрасно. Да. Друзья, вы знаете... Кстати говоря, у меня модифицировалась специализация, когда я училась. Изначально я должна была быть семейным психологом, но я стала мамой, и в итоге больше моя специализация ушла в детскую психологию. Но я надеюсь, вы не пожалели об этом? Нет, совершенно нет, и я думаю, что это прям мой путь, и вот это как-то действительно то, чем я хотела заниматься. Друзья, вы знаете, мы так много в эфире говорим об осознанности, о каком-то саморазвитии, обо всем остальном, и вот эта история Насти, где она рассказала о том, что ее одногруппники как раз-таки меняли специальности, они абсолютно не обращали внимания на них, совершенно доказывает только то, что все здоровые, осознанные люди обращают внимание только на себя и на свое развитие. Поэтому, друзья, не бойтесь, не тревожьтесь. Если вы приняли решение, что пора заканчивать с этой специальностью, пришло время переходить на другую, делайте это, и никто вас не осудит. Друзья, ну а мы прервемся на коротенькую рекламу, сразу после нее вернемся и продолжим нашу беседу. Далее в программе. Почему рассвет после выпускного вечера считается особенным? Обсудим в студии. Почему в Аргентине на прощальный школьный праздник принято приходить в джинсах и футболках? Узнаем из сюжета. И какие выпускные наряды попали в блэк-лист полиции моды? Расскажем в эфире проекта «Пин-код». Молодежный интерактивный проект «Пин-код» снова вернулся на ваши экраны после рекламы. Друзья, ну что, пришла пора, самая ответственная, самая долгожданная для выпускников 9-11 классов. Буквально завтра прозвенит последний звонок для них. А вот 14 июня состоится уже вручение аттестатов и выпускные вечера. Поэтому, если вы уже выбрали для себя образ, обязательно делитесь с нами в комментариях в Телеграм-канале. Все это мы обсудим прямо сейчас. Ребята, давайте мы повспоминаем ваши наряды. Я понимаю, что они у вас будут еще совсем скоро. Анжелика, вот ты помнишь, в чем ты завершала то самое действие, окончание школы? Он у меня до сих пор хранится дома, в мешке. Мусорном? Нет. Ну почти. У меня было самое шикарное платье. Оно у меня было с кольцом, прям как на свадьбе. Свадебное почти, но красное. Наши родители арендовали лимузин именно для нашего класса. У нас было 5 параллельных именно для нашего класса. И все думали, что как будто у меня была свадьба, потому что у меня было такое шикарное платье. Но мне, конечно, было в нем так неудобно. К концу вечера я в нем запиналась и в конце даже немножко порвала. Но вот сейчас, спустя 11 лет, ты бы такое платье надела? Выбрала бы его? Я его, кстати, недавно одевала, по дому ходила в нем. И как, влезла? Да. Ну это уже успех на самом деле. Я тебя с этим поздравляю. Настя, ты помнишь, какое у тебя было платье? У меня, кстати, была похожая ситуация. У меня было белое платье. Свадебное как раз? Не свадебное, нет. Оно было короткое, такое коктейльное. Как мне, когда продавали и рассказывали про него. И я действительно выделялась на своем выпускном, потому что, ну, девчонки там были в каких-то цветных платьях, а я такая была прям в белом платье. Еще тоже хочу вспомнить об этом. Я вела свой концерт на выпускном со своей младшей сестрой. Вот. И, собственно, сейчас сестра носит это платье на какие-нибудь вечеринки, и у нее все прекрасно получается, и продолжает она его носить дальше. Я все-таки не влезла в свое платье с выпускного, но сестра до носа... Мне, наоборот, большевата, но еще... Ого! Ребят, может быть, вы уже планировали свои образы к выпускному? Я планировала. У меня короткое платье с пышной юбкой, голубого цвета, как я мечтала, наверное, с класса седьмого. И оно с моей... Знаете, есть такие особенные рисунки. Вот у меня рисунок — это картина Ван Гога «Звездная ночь». Я просто обожаю Ван Гога, и там вот такой рисунок. Класс. Ну, а мы ждем от тебя фотокарточки в нашем телеграм-канале. Влад, у тебя уже есть смолкинг? Так, ну, у меня однозначно будет не платье. Я думаю... Почему? Не знаю. Я бы посмотрела. Я думаю, у меня будет черный костюм и белая рубашка. Все по стандарту, но стильно, красиво, элегантно. Классика — это всегда стильно и замечательно. Друзья, ну, вы знаете, до эфира наша команда все-таки залезла в интернет и посмотрела, чем же может удивить интернет-пространство. Вы знаете, может, все-таки бывают такие очень креативные, даже слишком креативные образы на выпускной. Посмотрите, пожалуйста. Вот выпускники из США пришли к себе на праздник в таком наряде, что это? Пикачу? Я не знаю, друзья. Обязательно напишите нам об этом в телеграм-канале. Ну, вот такие наряды, возможно, даже слишком откровенные. Я скорее их перелистываю, потому что я не могу на это смотреть. Вы знаете, возможно, они уже слишком экстравагантные. Напишите нам свое мнение в телеграм-канале, мы обязательно все это прочтем. А вот, посмотрите, ну, как будто бы ничего, такой парный образ. Ребята, а вот вы не рассматриваете для себя парные образы? Почему бы и нет? Необычно. Необычно, нестандартно. Я не знаю, почему здесь, в этой подборке, по-моему, образ неплох. Возможно, все-таки костюм молодому человеку я бы заменила, но в целом идея мне нравится. Дальше давайте посмотрим еще несколько фотокарточек на своем выпускном. Я выглядела, как 45-летняя тетя моего отца, так пишет героиня следующей фотокарточки. Но в целом... Настя, возможно, она ходила к тому парикмахеру, куда ты... Мне кажется, что да, приблизительно такой же образ и был. Друзья, на самом деле, очень часто бывает такая история, что спустя годы ты немножко стыдишься своих выпускных фотокарточек, но я тоже решила от вас не отставать. Я все еще надеюсь, что вы нам совсем скоро пришлете фотокарточки в телеграм-канал со своими выпускными образами, потому что я уже это сделала. Давайте на них прямо сейчас посмотрим. Итак, возможно, сейчас слеза покатится с моей щеки. Я выбрала для своего выпускного вечера красное платье с открытой спиной. Это мои одноклассники, вы можете познакомиться с ними. Я училась в спортивной школе. Это моя прекрасная мама. Вот, я была в красном платье, моя мама была в белом, как Настя на своем выпускном, но только на моем выпускном. Вот. Ну, на самом деле, я тоже, в принципе, выбрала для себя классический такой вариант, хоть и красный, но все равно это классика. И, наверное, спустя 10 лет я бы тоже в целом выбрала такое платье. Поэтому, наверное, мой совет, друзья, если вы прямо сейчас выбираете для себя образ, присмотритесь к чему-то классическому и к тому, что он может сквозь годы перейти вместе с вами. Все-таки никоим образом вас не опозорить, друзья. Ну, я продолжаю читать наш телеграм-канал, и здесь наши зрители передают нам привет и рассказывают нам свои истории. Вот, например, наш зритель постоянно поделился мнением. Мне очень понравился этот учебный год. Я участвовал на многих праздниках в школе и мероприятиях, попробовал себя в знаменной группе. Мне очень понравилось, хоть я и упал из-за гемоглобина, есть такая история. Мне очень понравилось участвовать в жизни школы. Этот год мне запомнится надолго. Вы знаете, друзья, по-моему, это прекрасный совет для вас. Ведь в школе действительно масса прекрасных мероприятий. Обязательно в них участвуйте. Создавайте свою задорную, активную жизнь, которую вы будете помнить долгие-долгие годы. Давайте, ребят, попробуем еще дать несколько советов от нашим будущим выпускникам. Евгения, может быть, у вас есть какие-то советы? Ну, я бы посоветовала, наверное, запоминать действительно счастливые моменты. В школьной жизни их на самом деле очень много. Просто это вспоминаешь уже с возрастом, когда время прошло, и на чем-то сосредотачиваешь свое внимание, ностальгируешь. Поэтому делайте фото, посещайте совместно какие-то мероприятия, не обязательно обязательные мероприятия, создавайте их сами и запоминайте эти счастливые моменты. Они на самом деле приносят некую радость и относят вас к беззаботной жизни уже по прошествии лет. На самом деле психологи очень часто говорят о том, что подростковый период самый сложный в жизни человека, но одновременно с этим. Самый веселый и активный, я полностью согласна с Евгением. Создавайте сами для себя эту прекрасную, веселую школьную жизнь. Вы знаете, мы только что с вами обсудили множество прекрасных или экстравагантных образов для выпускных вечеров, но в некоторых странах существует свой дресс-код. Где-то даже нельзя переусердствовать. Давайте прямо сейчас заглянем за кулисы выпускных вечеров разных стран. Выпускной в Норвегии празднуется целых две недели до сдачи экзаменов. Традиционная одежда выпускников – комбинезоны синего и красного цвета. Оттенок выбирается в зависимости от будущей профессии. Празднование проводится в специальном автобусе «Пати-бас». Нанимается он за личное средство выпускников, заработанное на подработках. А в Японии выпускные проводятся в марте, по окончанию учебного года. Организовывается общая линейка с выступлением директора и вручением дипломов. Все строго и консервативно. Юноши одеты в деловые костюмы, девушки в кимоно. Выпускники показывают особое хореографическое шествие с народными танцами и песнями. Школьники Китая после сдачи выпускных экзаменов усердно рвут конспекты, тетради и учебники. Разорванную макулатуру бывшие ученики выбрасывают из окон. Улицы китайских городов в эти летние дни потопают в бумажном снегу. Продолжается празднование выпускным балом. А в Аргентине вообще не принято наряжаться на выпускной в дорогие и красивые наряды. Вместо бальных платьев выбирают джинсы и майки. Это обусловлено тем, что выпускники с ног до головы обливают друг дружку различными соусами, йогуртами, сладкими сиропами и другой едой. В таком виде молодые люди прогуливаются по улицам городов. Корейские школьники тоже знают, как важно достойно попрощаться со школьной жизнью. Традиции, правда, у них весьма своеобразные. В 80-90-х годах после выпускной церемонии ученики обсыпали друг друга мукой и даже добавляли майонез или яйца, чтобы мука лучше прилипала к телу. Во Вьетнаме окончание школы празднуется традиционным с запуском сотен разноцветных шаров в небо. Когда воздушные шарики улетят, бывшие школьники расписывают друг другу блокноты, тетради или предметы одежды, пишут напутственные слова и пожелания. Ну что, ребят, какая традиция больше всего вам запомнилась? Норвежская. Две недели праздновать выпускной – это что-то с чем-то. Вот так уж точно запомнится на всю жизнь. Настя, тебе? Я, наверное, выступлю со стороны пессимиста, потому что вот во Вьетнаме показали, что они шары запускают в небо, но, по-моему, уже во всем мире говорят о том, что шары не стоит запускать в небо. И, по-моему, в нашей стране как раз-таки отменили. Потому что это не экологично? Потому что это не экологично. И, насколько мне известно, когда шары там поднимаются на определенную высоту, они потом лопаются, все это падает, загрязняет, и от этого могут страдать и животные, и экология. То есть, ну, лучше все-таки от этого избавляться. Вот так. Друзья, напишите нам свое мнение. Как вы считаете, такая традиция, она уместна или все-таки это из жидки прошлого? Но мне очень интересно, как все-таки выпускные празднуются в России. В России тоже запускают шары. Ну, возможно, это было тогда. Сейчас, может быть, что-то изменилось, но мы об этом не знаем. Что еще такое интересное есть? Какие традиции у тебя были? У меня какие традиции? Вот если честно... Вы ездили на лимузине, это уже интересная традиция. Мне уже она понравилась. Что еще? Одни только мы, при том. Вот, эксклюзив, то, что мы любим. Что еще было интересное? Может быть, какие-нибудь у нас капсулы времени. Мы писали, мы будем писать... Мне кажется, капсула времени это наша локальная. Это да, это, наверное, ваша. Мне кажется, это стоит развить на большие масштабы. Да, на республиканский уровень вывести. Друзья, это может быть прекрасно. У нас в школе, я расскажу, когда каждый год заканчивал класс какой-то, ну, выпускной класс, садили туи, садили дерево. О, у нас сейчас садят в этом году. И это тоже так символично, то есть постепенно, постепенно и как бы польза... И ученики будут заниматься в лесу. Мне мама рассказывала, что они так посадили березку всем классом, там, аллею из березок высадили. И каждый раз, когда мы проходим мимо ее школы, она мне говорит, вот это самая кривая береза, вот она моя. Я говорю, мама, ну, молодец, конечно. Березка супер. Постаралась на славу. Но почему же никто не вспоминает самую прекрасную традицию встречи рассвета? А, вечер рассвета, конечно же. Мне кажется, это такой запоминающийся момент, когда ты должен все 11 лет ложиться спать в 10 вечера, ничуть не позже. Тут ты встречаешь рассвет со своими близкими друзьями. Мне кажется, это так прекрасно. Вот, может быть, вы из своих выпускных вечеров помните, как это было, что больше всего запомнилось. Может быть, вы посчитали, что, в принципе, это неважная традиция, лучше пойти домой поспать. У нас доехало 10 человек, как я помню, мы праздновали в кафе, это где-то 20 километров от города было, доехали где-то человек 10 примерно, ну, да, эмоции были вообще, то, что, как вы и сказали, то, что спать не нужно было ложиться в 10 часов. А у нас, кстати, мы рассвет не встречали, потому что я помню, когда мы вышли из школы под утро, уже было светло. То есть мы рассвет благополучно пропустили, оттанцевали в школе, и домой уже я возвращалась, когда было светло. И он здесь не пожалела об этом? Нет, я не пожалела, потому что, поверьте мне, танцевать до самого утра, там, до 6 или до 7 утра мы там танцевали, нас никто не выгонял, не прогонял, и все-таки, я думаю, что было очень здорово, классно, и вообще не жалею. Евгения, вы помните, как у вас это было? Мы встречали рассвет на стадионе школьном, и это тоже было символично, мы его, кстати, не протанцевали, ну, как-то бдили, наверное, взрослые, и мы вышли вовремя. Не помню, были ли шары, наверное, все-таки шаров не было, но это было под музыку, и это было как-то, ну, очень мило и трогательно. Я бы не сказала, что это вселяло какие-то радостные эмоции, скорее, они были такие грустные. Приятная грусть. Да, приятная грусть, что ты расстаешься и уже к концу учебного, выпускного вечера любишь всех учителей, даже которых не любил, прощаешь им все, что они там тебе поставили, не то, что ты хотел, в общем-то. С улыбкой на лице вспоминаешь каждую двойку. Да, ну и как-то такой уже умиротворенный встречаешь. С туплями в руках, в принципе, уходишь домой, обязательный ритуал, мне кажется. Ребят, может, у вас есть какие-нибудь ожидания от вот этого встречи-рассвета, от выпускного вечера? Ну, есть ожидания. Ожидание такое, что вот мы наконец-то все вместе впервые за год, считай, соберемся, все будут уже расслаблены, наконец-то уйдут мыслями далеко-далеко от этих экзаменов и просто будут счастливы и будут рады жить в этом моменте. Вот именно это хочется испытать. Ну, скорее бы, да. Сказал Влад. Друзья, ну, наши гости в студии, Вероника и Влад, рассказывали нам о прекрасной традиции в их школе, где они создают капсулу времени для будущих выпускников. Но знаете, существует уже традиция такая или похожая традиция в белорусских школах, где ученики начальных классов делают такие капсулы времени для самих себя в будущем. Вот что из этого вышло, расскажут наши самые юные зрители прямо сейчас. Это когда после детского сада школа и в школе такой праздник, последний звонок, когда все прощаются со школой. Кто-то радуется, кто-то грустит, потому что он никогда не попадет в школу, а потом поступает в университет. Ты когда уходишь домой, а уходить домой тоже надо. Потому что когда ты учишься шесть уроков или семь, ты устал, и можешь пойти домой, когда будет уже последний звонок. Вот это и есть последний звонок. Я не хочу идти на последний звонок, потому что у меня есть Леяна. У меня вообще первого звонка не было. Я хочу пойти на последний звонок, потому что я не очень люблю школу. Я хочу пойти на свой последний звонок, потому что мне кажется, что это веселое мероприятие. Да, и потому что мы устаем в школе. А так сходим мы на последний звонок и отдохнем. Я закончу ходить в детский сад, а потом пойду в школу и об этом подумаю. Мне кажется, что мы там будем в футбольных платьях, будем макать печенюшки в шоколадные фонтаны, танцевать. Там будут музыканты. И, короче, все как на балу. Я представляю, что там будет красивое озеро прозрачное. И можно по нему ходить и танцевать. И школа в озере будет отражаться, и мы будем ей кричать «пока-пока». Я представляю, что там будут фейерверки, салюты, пушки и торт. Я думаю, что там будет салют и много вкусняшек. Торт, развлечения разрешат быть до ночи в школе и не будет приходить охрана. Ну что, друзья, о нескольких традициях мы уже поговорили чуть ранее в нашем эфире. Обязательно пересматривайте его на YouTube-канале, телеканал «Беларусь-2». Но также мы, Евгения, поговорили с нашей гостьей Анжеликой о дружбе, которая проносится через годы. Вот как вы считаете, есть ли какой-то секрет? Вот как сохранить вот эту школьную дружбу? Ну, на самом деле, мне кажется, когда вы находитесь еще в таком подростковом возрасте, очень важно, какое влияние окажут окружающие взрослые. Если у вас хороший классный руководитель, который провел хорошую предварительную работу, чтобы сплочить весь коллектив, то мне кажется, конечно, это более плодотворно будет влиять потом на взрослую жизнь, когда уже дружат во взрослой жизни, когда уже дети, есть свои там семьи, работы и так далее. То есть, но вот с высоты своего профессионального опыта, вот как вы считаете, дружба, самая крепкая во взрослой жизни, она начинает свое построение еще в школе или все-таки уже во взрослом возрасте приобретается? Ну, вообще-то, по статистике, во взрослом возрасте. Потому что, конечно же, это более осознанный выбор, да, взрослый человек лучше знает себя и лучше распознает других людей. Но достаточно много примеров, когда дружба сохраняется еще со школьных лет. На самом деле это очень трепетно и индивидуально, и достаточно редко встречается сейчас, потому что, ну, конечно, мы становимся с возрастом другими. Та Наташа или та Женя или тот Влад, который был в школе, к сожалению, уже в 25-30 лет уже будет другим, потому что на него окажет влияние социум, на него окажет влияние обучение в институте, работа, семья. Он уже, может быть, не тем задорным мальчишкой, который был в школе. Друзья, ну, все-таки, безусловно, с течением времени, с приобретением опыта, все мы меняемся. Я, к слову, верю в то, что люди меняются. Но я все-таки хочу вам пожелать оставить в себе этого самого внутреннего ребенка, радоваться мелочам и тому, что происходит в нашей жизни. Ведь хорошую жизнь создаем только мы с вами, друзья. Я желаю вам незабываемого последнего звонка, прекрасного выпускного и хорошего вечера. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok